Да, конечно. Конечно. Огромное количество вопросов. Отгадайте, про какого нового кандидата в президенты. Конечно, про Ксению Собчак. И все хотят, чтобы я каким-то образом прокомментировал выдвижение Ксении Собчак. И многие даже говорят, Алексей, как-то похоже, что вы не очень охотно комментируете выдвижение Ксении. И отчасти эти люди будут правы. Я довольно много сказал про выдвижение Ксении в своей, не в прошлой передаче Навальной 2018, а в своей прошлой передаче можете найти, посмотреть, сказать еще раз, Алексей, как ты был мудр, ты все увидел наперед. Но на настоящий момент у меня есть главный, ну и в общем-то единственный комментарий относительно выдвижения Ксении. И он заключается в том, что Ксения Собчак, будучи гражданкой Российской Федерации, старше 35 лет и не находящаяся, слава богу, в мешцах лишения свободы, имеет полное право выдвигать свою кандидатуру. Взрослый человек делает самостоятельный выбор, ответственность за этот выбор на ней лежит, она его сделала, она идет на президентские выборы, имеет полное право на них идти. И я очень сильно хотел бы все свои комментарии на эту тему вот ограничить вот этой конструкцией, потому что, ну, ребят, мы хотим быть умными или мы хотим быть дураками? Вот если мы будем это бесконечно обсуждать, мы и будем дураками, мы будем делать то, что от нас хотят. Вот от меня хотят, чтобы я это бесконечно обсуждал, чтобы я вот там спорил, были бы какие-то воззвания, ответные воззвания, вот там какая-то критика, другая критика, вызов на дебаты, конечно, дебаты и все остальное. Этого ждут от меня очень сильно люди в Кремле, и я постараюсь сделать так, чтобы не доставить им никакого удовольствия. А Ксения Собчак, которая имеет полное право выдвигаться, я прочитал, пока сидел в камере ее, ну, письмо о выдвижении в газете «Ведомости». У меня там много было времени, поэтому было время просто посчитать, было интересно. Там моя фамилия упоминается четыре раза, а фамилия Путин упоминается один раз. Это довольно интересно. Спасибо большое Ксении, что помнят про меня. Но я, к сожалению, не смогу ей оплатить тем же самым. И я не то, что там игнорирую, но есть кандидаты Зюганов, Явлинский, другие различные кандидаты. И если нужно о них говорить, я буду о них говорить. Конечно, я буду это все делать, мы ни о ком там не будем замалчивать, совсем игнорировать. Но давайте не будем дураками и давайте не будем играть в ту игру, которая от нас ожидают. Я вместе с вами создал эту политическую структуру, о которой я говорил в самом начале. Вот эти 170 тысяч волонтеров, 80 штабов. Не для того, чтобы заниматься какими-то такими медийными штуками, переругиваниями. Меня на этих выборах интересует один кандидат. Его зовут Путин Владимир Владимирович. Он мой противник. Он является крупнейшим коррупционером в стране. Он является тем человеком, который ворует будущее в России. И я иду на эти выборы для того, чтобы бороться с ним. Для того, чтобы отстранить его от власти. Для того, чтобы вместе с вами строить нормальную, процветающую Россию. Это задача моей избирательной кампании. Другие кандидаты есть, прекрасно, пусть они будут. Но нашу вот эту структуру замечательную, ну давайте мы не будем из пушки по воробьям. И мы не будем расходовать ее на какие-то вот вещи, для которых она не была создана. Несколько вещей я еще хотел сказать на эту тему. Может даже, они не касаются сообщак, они касаются вообще. Но вот есть вопрос. Ну хорошо, а вот, а кого-то другого можно поддержать? Вот сейчас кто-то совсем классный. Прям появляется, завтра заявляет о том, что он прям настоящий кандидат. И поддерживаем его, если тебя не пускают на выборы. Значит, и в этом, на этот вопрос есть два ответа. Первое. Я имею право идти на выборы? Имею право идти на выборы. Значит, если меня не пускают, это уже будут не выборы. И второе, в этом контексте более главное. Если ты нормальный кандидат, так не надо выдвигаться за пять месяцев до избирательной кампании, когда уже один месяц, причем приходится на Новый год. Вот мы идем на выборы. Для чего? Вот вы выдвинули меня. Финансируйте избирательную кампанию, поддерживайте, тратите свое время. Для чего вы это делаете? Чтобы я на самом деле боролся? Для того, чтобы я на самом деле агитировал людей? Да, вы же для этого это делаете. Поэтому мы, честно, заявили кампанию за год с небольшим. Мы в течение многих месяцев строили систему. И я вас уверяю, ответственно говорю, что невозможно собрать 300 тысяч подписей за оставшиеся пять месяцев, если у тебя нет инфраструктуры. Невозможно. И 100 тысяч подписей будет очень сложно собрать. Поэтому любой классный кандидат, который только что появился, и у него нет всего того, что мы строили уже 9 месяцев, он не может агитировать. Зачем идти на выборы, если ты не можешь агитировать бабушек, сидящих на скамейке? У тебя инфраструктура для этого нет. У тебя штабов для этого нет. За пять месяцев их невозможно создать с любыми деньгами. Поэтому я могу просто сказать относительно сразу всех кандидатов. У меня нет сомнений, между прочим. Ну, может быть, я ошибаюсь, что появятся еще какие-то другие кандидаты. Но они должны появиться, это логично. Ну, честно, ребят, давайте признаем себя. Вы что, на самом деле думали, что ближе к делу Кремль не придумает нам что-нибудь такое интересненькое? Придумает. И вы еще много раз, мы вместе с вами, много раз на этих выборах удивимся, ужаснемся, столкнемся с потрясающей ложью, с потрясающим лицемерием и бесконечным обманом. Мы еще много чего увидим в этой избирательной кампании, и много они еще чего изобретут. Ну, так вот, штука в том, что любой кандидат может появиться, но только нужно задать им вопрос. Ну, дружище, а как ты будешь агитировать? А где твои штабы? А где твои волонтеры? И вот вновь я возвращаюсь к тому, что самое главное, что пока случилось с этими выборами, и, может быть, даже день голосования будет не так важен, как важна вот эта огромная структура, которую мы на самом деле создали впервые, и сами себе доказали, и всеми доказали, что можно такую структуру собрать, что можно ее сделать без помощи Кремля, без каких-то огромных денег. Все это сделать можно, и мы это сделали. Максим, передайте привет Магнитогорску. Привет Магнитогорску. Попросите людей выйти на митинг против загрязнения воздуха. Меня не отчислят в УЗИ за волонтерство в вашем штабе, спрашивает Максим Энтелис. Вас не отчислят. Вас могут запугивать это, но вас совершенно точно не отчислят. Мы не имели, по крайней мере, не видели никогда никакого рода подобных примеров. Завершаю эту тему. Две вещи, ребятушки, вам нужно помнить, потому что вот сейчас все это обсуждение выборов, кто идет, кто не идет, нужно бойкотировать, не нужно бойкотировать, можно ли согласиться участвовать в выборах, где вашего кандидата не пустили, а вам предложили другого кандидата. Значит, в рамках этого обсуждения постоянно будут возникать две темы. Я хочу акцентировать внимание, потому что вас будут обманывать на этот счет. На каждых выборах обманывают, и в этот раз снова будут обманывать. Значит, будут говорить два тезиса. Первый тезис звучит так. Ну, как же можно не участвовать в выборах? Ведь нужно использовать возможности избирательной кампании, нельзя их игнорировать. Это очень важно. И тут вы должны сказать тем, кто это говорит, используйте прямо сейчас. Какие такие возможности избирательной кампании вам открываются, которых у вас сейчас нет? Агитировать людей не можете? Можете. Делать ролики, выступать, что-то заявлять, делать, вы что-то не можете делать. Вы все можете делать. Мало того, до избирательной кампании, до формальной избирательной кампании это делать даже легче, потому что вам не нужен избирательный фонд, вам не нужна специальная типография, вам абсолютно развязаны руки. Ну, делайте хоть что-то. Какие такие нужны возможности, ну, я не знаю, кому угодно, партии яблока на выборах, которых у нее нет в межвыборный период? Нет таких возможностей. Поэтому чаще всего, ну, это просто реально пустое балаболство, когда люди в межвыборный период ничего не делают, у них не будет никаких возможностей во время выборов. И вторая вещь, она схожая с этим. Будут говорить, ну, как же так, надо же что-то делать. Нужно же вот в день выборов бойкот, это лежать на печи, а мы будем что-то делать. И тут тоже возникает вопрос, ну, а что вы делаете-то? В чем заключается ваше делание? Е. Мы говорим о том, что мы против бойкота. Конечно, мы за участие в выборах, но на выборы должны быть допущены все кандидаты. Но если кандидат, который имеет полное юридическое, моральное право участвовать в выборах, будет не допущен, то это не выборы. И дело не в том, что нужно бойкотировать выборы. Нужно не участвовать в позорной процедуре, где наш кандидат не допущен, а нам предлагается проголосовать за того, кого мы, может, и не хотим голосовать. Поэтому делание будет заключаться в том, что мы будем вести обширную, мощную кампанию агитации людей, доказывать им, что это нельзя назвать выборами и участвовать в этом стыдно, позорно. И невозможно вот это будет делание. А, к сожалению, еще греха таить. Я сейчас никому не хочу оскорблять, обижать или поминать что-то. Но когда на наших выборах партии или кандидаты вообще что-то делали? Помните, был кандидат Михаил Прохоров в 2012 году? Вот он за всю свою избирательную кампанию провел, не соврать, 8 встреч с избирателями или 6 встреч с избирателями. И все это говорили, ну это вот работа на выборах, что вы там бойкотируете, вы ничего не делаете. А у меня вот работа, я провел 6 встреч с избирателями. Значит, у всех кандидатов есть возможность прямо сейчас что-то делать, как я. Я стараюсь это делать, потому что вы финансируете мою кампанию. Я сейчас выступаю в прямом эфире, завтра я уезжаю в город Иваново, и у меня в 18 часов будет там митинг-встреча с избирателями. Приходите, кстати говоря, город Иваново, мемориал «Красная Талка». Из Иваново я поеду в Курск, и на площади у стадиона «Меркурий» будет еще одна моя встреча. Из Курска я поеду в Тамбов, и на территории торгового центра «Башня» будет еще один мой митинг-встреча с избирателями. У любого кандидата есть возможность это делать. Только что-то я не вижу, чтобы кто-то это делал. Что наполняет, конечно, меня и унынием, и гневом, потому что разговоров на эту тему много. Кого вы поддержите, кого не поддержите. А что вы будете делать, если бойкот, а что если вы будете делать не бойкот? Это бесконечное какое-то обсуждение, и возникает вопрос один. Почему вы не работаете-то все? Если вы кандидата, ну вперед, как Навальный, взяли ноги в руки, поехали в Иваново, а из Иваново в Курск. Не делайте вы этого. Значит, вообще тогда вы все ненастоящие кандидаты, и не имеете права рассчитывать на любую поддержку. А я считаю, что я могу рассчитывать на вашу поддержку, потому что я работаю. Что за тупое упрямство, упрекает меня Осип Беркович, не иметь в запасе плана Б. Дорогой Осип, а скажите, пожалуйста, а зачем нам план Б? А в чем должен заключаться план Б? Вот наш план А – участвовать в выборах, на что у нас есть полное право. Но вообще выборы – это про план А. На самом деле на выборах мы участвуем для того, чтобы победить, для того, чтобы перерагитировать большое количество людей. Это и есть план А, и на самом деле единственный план. Потому что вот все планы Б и какие-то конструкции, махинации, но они махинации есть. Это какая-то уже абсолютно вторичная и третичная вещь, что мы будем делать, если. Выборы – это про простую деятельность. Агитация, голосование. Вот этим мы занимаемся, имеем полное право этим заниматься.